Алифтина взглянула на висевшие в офисе часы, половины пятого. Пятничный рабочий день подходил к концу. Впереди были выходные, и это поднимало настроение. К тому же она давно не видела Наталью, свою подругу, и очень хотела встретиться с ней, чтобы посидеть за накрытым столиком и поболтать о том да о сём. Всё-таки они дружили с самого детства, и после смерти мужа у Алифтины никого ближе Натальи не оставалось. Так уж вышло, что своими детьми у Алифтины обзавестись не получилось. Был, правда, Николай, сын её покойного мужа Фёдора, но Алифтина даже не представляла, что с ним и где он сейчас живёт. С ним всегда всё было сложно. Коля и с отцом-то не очень хотел общаться, тем более, что Фёдор был ему не настоящим отцом, а отчимом, но сути это не меняло. Алифтина задумалась, вспоминая далёкое время, которое безвозвратно ушло. Сейчас ей уже было 58 лет. Когда же она встретила Фёдора, ей едва исполнилось 36. Подумать только, они прожили вместе больше 20 лет, и всё это время были очень счастливы. Да, Федя был единственным счастьем в её жизни, и она жалела только о том, что слишком поздно встретил его, упустила столько времени. До Фёдора Алифтина замужем не была. Почему-то у неё с мужчинами до ЗАГСа дело никогда не доходило. Может быть, она просто предъявляла к ним слишком высокие требования. Но обычно нескольких встреч было достаточно, чтобы Алифтина поняла, с таким человеком она не хочет прожить всю свою жизнь. Была и ещё одна причина. Ещё в юности Алифтина узнала, что никогда не сможет иметь детей. И в этом не было её вины. Просто так сложилась её судьба. Конечно, она очень переживала по этому поводу, но постепенно смирилась. А потом, прогуливаясь с подругой в парке, Алифтина обратила внимание на мужчину, который пришёл туда с сыном. Мальчик катался на велосипеде, а отец сидел на скамейке или не спеша ходил по аллее, присматривая за сыном. Ещё несколько раз Алифтина встречала его в том же парке и ни разу не видела рядом с ним жену. Странное дело, но Алифтину почему-то тянуло к этому человеку. Чуть ли не против собственной воли она каждый раз выходила на прогулку, понимая, что просто пытается попасться незнакомцу на глаза. Чем ей понравился этот неприметный с виду мужчина, она и сама не знала. Но всегда, когда издали наблюдала за ним, на душе делалось теплее. Худощавый, высокий, немного нескладный, он словно стеснялся самого себя и вообще был очень скромен. Его сын был другим, подвижный, шумный, крикливый. Он легко заводил знакомство со сверстниками, тут же устраивал какие-то детские разборки, отстаивая права на лидерство, которое нравилось не всем. Однажды кто-то из ребят, не выдержав с размаху, ударил его и из разбитого носа брызнула кровь. Алифтина тут же бросилась к ребятам и помогла пострадавшему мальчику вытереть ему лицо и усадить на скамейку. Остальные драчуны разбежались, а от газетного киоска к Алифтине и сыну спешил его отец, который всего на минуту отвлекся, чтобы купить газету. Так Алифтина узнала, что мальчика зовут Колей, а его отца Федором. Коля от боли и обиды разревелся, но отцу удалось его успокоить. И когда он убедился, что с носом ребенка все в порядке, отпустил его играть. Сам же присел рядом с Алифтиной и разговорился с ней. С того самого дня они не расставались. Удивительно, но то, что Коля не родной сын Федора, а Алифтина, или как ласково называл ее Федя Аля, узнала не сразу. Лишь перед тем, как она стала его женой, он признался, что несколько лет прожил с женщиной, которая два года назад умерла от рака. Коля – ее сын, и она просила меня перед смертью, чтобы я не оставил его и заботился, как о своем ребенке. Настоящий отец Коли – большой любитель выпить, и, конечно же, может плохо повлиять на ребенка. «Ничего, Федя, не переживай», – сказала ему Алифтина. «Мы вдвоем воспитаем Колю. Будем жить одной семьей. Своих детей у меня уже не будет. Я еще в юности принесла заболевание, которое повлияло на мое здоровье. Поэтому даже хорошо, что у нас есть Коля. Он хороший мальчик, к тому же взрослый. Сколько ему? Восемь? Нет, скоро исполнится десять. Ну так тем более. Не переживай, Феденька. Все будет хорошо». Федор кивнул и обнял Алифтину. Она в самом деле была послана ему судьбой, и он не представлял, что бы делал, если бы ее не встретил. А вот с Николаем все оказалось намного сложнее. Ему совсем не понравилось появление в доме Алифтины, и он делал все, чтобы она ушла от них. К счастью, и Алифтина, и Федор оказались мудрыми людьми, и не обращали внимания на провокации капризного мальчишки, и верили друг другу, а не его жалобам. Поняв, что истериками ничего добиться не сможет, Коля решил, что будет действовать по-другому, и пустился во все тяжкие. Прогуливал школу, оскорблял учителей, воровал у одноклассников, а еще связался с дворовой компанией, научился пить и курить, и часто в таком виде приходил домой. Когда же Алифтина с Федором начинали воспитывать его, взывали к уму и совести, он только злобно хохотал в ответ и заявлял, что они ему никто. Но они все равно не опускали руки и старались направить парня на путь истинный. Впрочем, это им так и не удалось. Едва Николаю исполнилось 18 лет, Алифтина и Федор собрали свои вещи и ушли, оставив приемному сыну квартиру, хотя она и принадлежала не его родной матери, а самому Федору. Теперь они жили у Алифтины, считая, что как сумели, выполнили долг по отношению к покойной Татьяне и ее сыну. Николай, впрочем, не сказал им за это даже простого спасибо. Все в этой жизни он воспринимал так, будто все ему были должны. Несчастный сирота, потерявший мать, вынужден был расти среди равнодушных чужих людей, и они не то что любить, забывали его даже кормить. Такую трогательную басню он привык рассказывать людям, вызывая в их сердцах жалость к себе, чтобы потом выпросить деньги или что-нибудь из еды, например, конфеты и прочие сладости. Взрослому парню это с рук уже не сходило, и Николай быстро пошел под тюрьмом, получая за мелкое воровство небольшие сроки. Отсидев в тюрьме, третий срок, Николай совсем пропал из виду, и Алевтина о нем больше не слышала. А годы шли. Федор, всю жизнь проработавший на вредном заводе, стал болеть и немало времени проводил в больнице. Он был почти на 10 лет старше Алевтины, и она еще полная сил, как могла, помогала мужу, не оставляя его даже на час. И все-таки непоправимое случилось. Сложная форма пневмонии, которая неизвестно как попала Федору, ослабила его, и без того обессиленный организм. И вскоре его не стало. До последнего вздоха мужа, Алевтина держала его за руку, и лила тихие слезы, прощаясь с любимым навсегда. А потом случилось непредвиденное. Врачи запретили Алевтине хоронить мужа, как это принято, и настоятельно рекомендовали кремацию, чтобы не распространять дальше неизвестный, неизученный вирус. А Алевтина чувствовала себя очень плохо. У нее стали проявляться те же симптомы, что и у Федора, но не проводить в последний путь она его не могла. Алевтина выбрала для мужа дорогой эксклюзивный гроб, купила лучшую урну, наняла похоронное агентство, которое организовало все остальное. Она была так погружена в свое горе, что не заметила стоявшего в стороне человека, который со злобной усмешкой смотрел на нее, нисколько не скрывая своей ненависти. Потом к нему подошел пожилой мужчина, что-то тихо сказал, и они вместе куда-то ушли. Прощание с друзьями и близкими состоялось в специально оборудованном для этого зале. Близко никто не подходил, и сама церемония была очень короткой. Только Алевтина, не слушая никого, стояла у гроба и поглаживала его рукой, словно Федор мог почувствовать ее последние прикосновения. У самого изголовья Алевтина заметила необычную фактуру дерева, как будто человек тянет к нему руки в немой мольбе. «Это я провожаю тебя на небеса, родной мой», прошептала Алевтина. Тут силы оставили ее, и она упала на руки, стоявшей рядом Наташи. Алевтина пришла в себя уже в больнице. Наташа рассказала ей, что кремацию сотрудники ритуального агентства взяли на себя, как и поминальный обед, и все провели успешно. Наташа сама заедет к ним, чтобы забрать урну с прахом. А как только Алевтина выздоровеет, сможет похоронить его, как полагается. Алевтине ничего не оставалось, как поблагодарить подругу. Выписалась она через три недели, и жизнь потихоньку стала возвращаться на привычные рельсы. Правда, она чувствовала сильную тоску по мужу, но ведь вернуть его уже не было никакой возможности, и Алевтина спрятала свою скорбь глубоко внутрь. Наташа по-прежнему поддерживала подругу, и та ей была за это очень благодарна. И вот прошло несколько месяцев. Алевтина по-прежнему работала в офисе, занимала руководящую должность, но мечтала, что однажды наступит день, когда она простится со всеми и будет жить тихо и уединенно, а еще обязательно заведет в себя кота. Мысль Алевтины прервала звонок, и на трубке высветилась фотография Натальи. «Натуся, а я тоже хотела тебе звонить», обрадовалась Алевтина. «Давай встретимся, сто лет тебя не видела. Куда ты пропала?» «Аля, милая, мне только что звонили из больницы. Свекра не стала. Володя поехал туда, а я пока дома. Приезжай, вдвоем нам будет легче». «Уже еду», – воскликнула Алевтина, и, сев за руль, поспешила к подруге. Печальное событие, пришедшее в дом Натальи, требовало людского участия. И поскольку ее покойный свекр был из известной профессорской семьи и в свое время занимала высокий пост в лучшем институте города, семье предстояло организовать траурное мероприятие на достойном уровне. Алевтина помогала Наталье всем, чем могла, и во время церемонии прощания находилась рядом. Мельком бросив взгляд на покойного, Алевтина сначала не поняла, что ее так смутило, а потом посмотрела на подругу. «Наташа, гроб Аристарха Николаевича похож на тот, в котором я хоронила Федю. Удивительное совпадение. Знаешь, я тогда купила самый дорогой из тех, что были представлены. Эксклюзивный. Сейчас у них дело, как видно, поставлено на поток». «Да, в самом деле очень похож, а я и не заметила». Машинально ответила Наталья и назвала цену, за которую ее муж его купил. «Ладно, давай тоже пойдем. Ты ведь знаешь, как я любила Аристарха Николаевича. Даже называла его всю жизнь папой. Пусть лежит спокойно. Он был очень хорошим человеком. И тебя всегда любил». Наталья говорила что-то еще, но Алевтина ее уже не слышала. Она не отводила взгляд от изголовья гроба, на котором четко проступал необычный рисунок, природная фактура дерева, напоминающая фигурку человека, протягивающего руки к небу. «Нет, этого не может быть», прошептала Алевтина и шагнула ближе, но тут же вскрикнула, побледнев как мел, и показывая Наталье на покрытые лаком очертания. Та сначала не поняла, в чем дело. Когда же Алевтина шепотом объяснила ей, прижала ладонь к губам, сдерживая крик. Затем обе подошли к мужу Наталье Павлу. От такой новости тот растерялся, но Алевтина успокоила его, сказав, что не собирается поднимать скандал, просто хочет потом во всем разобраться. Павел с благодарностью обнял ее и пообещал оказать ей помощь во всем. Дальнейшие похороны прошли спокойно, но Алевтина была все-таки сама не своя и никак не могла понять, как гроб ее мужа оказался снова в продаже. У кого на это могло хватить совести? Неужели у людей вообще ничего святого не осталось? Господи, да как же можно так поступать? Вернувшись домой, она снова и снова возвращалась мыслями, к случившемуся и не могла дождаться утра, чтобы поехать в бюро и там на месте все выяснить. Вот только это оказалось совсем непросто. Директор был в отпуске, а работавшие там люди не хотели отвечать на вопросы женщины и только говорили, что такое невозможно. Все поставки у них проходят по документации, тем более, если речь идет об элитных экземплярах. «Вы вообще в своем уме?» накричала на Алевтину какая-то нервная, вульгарно накрашенная девица. «Как можно перепродать ритуальные вещи?» «Это вам не барахолка. Уходите отсюда и больше не появляйтесь со своими глупостями. У нас серьезное заведение, а вы ходите тут, работать мешаете». Алевтина позвонила Павлу и попросила приехать, но и он ничего не смог сказать. В самом деле, какие претензии Павел мог предъявить агентству, он заплатил и получил то, что хотел, причем ему была оказана помощь в виде доставки и все прочее. Алевтина совсем отчаялась, она уже поняла, что ничего никому не докажет и направилась к выходу. Но когда вышла во двор, остолбенела от изумления. Перед ней стоял Николай. Тот самый Николай, который много лет прожил с ней и Федором. Тот самый, о ком она заботилась. Тот самый, кого до своего последнего дня с тоской вспоминал ее покойный муж и горевал, что не сумел вывести его в люди. Николай, узнав приемную мать, криво усмехнулся и глаза его тут же засветились откровенной неприязнью и злобой. «Ну что, не ожидала меня увидеть? Вижу, не очень рада. Впрочем, ты никогда не была мне рада, как и я тебе». «Коля, что ты тут делаешь? Работаю, как видишь». «Это очень хорошо». «Коля, понимаешь, в чем дело?» начала Алифтина, стараясь не замечать грубости Николая. «Я похоронила папу, ты об этом не знал. Я не знала, куда тебе сообщить. В общем, его больше нет». «Ох, Коля, мне так нужна твоя помощь, я не могу добиться правды». «Понимаешь, на чужих похоронах я увидела тот же самый гроб, который купила для Феди. Его кто-то перепродал. Может быть, ты мне хоть что-то объяснишь?» «А что тут объяснять? Это я продал тот дорогущий гроб, который ты отцу купила. И что с того, что ты хочешь мне предъявить?» «Не смей называть его отцом, после того, что ты сделал», воскликнула Алифтина, когда смысл слов Николая дошел до нее. «Как ты можешь, как ты мог так поступить?» «Да и в самом деле, что это я? Отец у меня один. Кстати, я давно нашел его, еще после первого раза, когда в тюрьму сел, а потом через год освободился. Он пил сильно, но я его к себе забрал. Теперь он живет у меня. Выпивает по-прежнему, но меня это не очень напрягает. Я и сам выпить люблю. Кстати, в крематории мы вместе с ним работаем. И потому я был на той церемонии прощания, но когда-то своего мужа хоронила, моего так называемого второго отца. И вообще, дорогая мамочка, ты не имеешь права меня осуждать. Это ты всю мою жизнь испортила. Раньше до твоего появления в нашем доме отец заботился только обо мне. А потом я отошел у него на второй план. Ты сломала мне всю жизнь. Влезла в нее словно змея, гадюка. И поэтому такой гроб, который ты ему купила, дорогая и разлюбезная мама Аля, он не заслужил, потому что был твоим подкаблучником. Ему было наплевать на меня и на то, что моя настоящая мать просила его заботиться обо мне. Ты тоже хороша. Ты ведь даже не узнала меня в тот день. Думаешь, это нормально? А я стояла в зале и все видел. И мне нисколько не было тебя жаль. Я вообще не понимаю, почему умерла моя мама, а не ты. Господи, Коля, что ты несешь? Как ты можешь говорить мне все это? Воскликнула Алифтина, чувствуя, как кружится ее голова. Ты всегда был жадным и любил только себя, Коля. Ты ведь продал гроб из-за денег. Я понимаю, но Федор, как же Федор, я же хотела похоронить его по-человечески. А ты, что ты сделал? Не волнуйся, здесь у нас много картонных ящиков, приготовленных специально для кремации. И твой разлюбезный Федор ничем не лучше остальных. Ишь ты, выдумала, благодетельница, повыделываться захотела, да? Показать всем, какая ты хорошая жена. Да не волнуйся, ишь, как побледнела. Все я сделал, как надо. И не скрываю ничего. Да, я всего лишь переложил его. А потом мы с отцом по-тихому вынесли гроб, привели в порядок и держали у себя. Продать получилось только недавно. Подешевле, конечно, чем ты его купила, но нам тех денег хватило надолго. Павел, все это время стоявший рядом и ошеломленный тем, что услышал, шагнул к Николаю и схватил его за грудки. Да ты хоть понимаешь, что ты натворил? Я сейчас же звоню в полицию. Отпусти, отшатнулся от него Николай и поправил рубашку. Ну что, мамочка, довольна? Раздула скандал? У тебя нет совести, сказала Алифтина, и ничего человеческого тоже нет. Вспомни, как мы с Федором заботились о тебе, как старались, чтобы ты не чувствовал себя обделенным. Вспомни, сколько раз Федор вытаскивал тебя из разных передряг. Вспомни, сколько слез я пролила, упрашивая тебя одуматься и вести себя нормально. А может быть, тебе напомнить, как Федор пытался устроить тебя на работу, и еще, что он оставил тебе свою квартиру, ту самую, в которой ты живешь, но не имеешь на это никакого права. Мы с Федором всегда жалели тебя и хотели, чтобы у тебя все было хорошо, а жизнь свою ты сломал сам. Вот только не надо меня учить, с наглой усмешкой заявил Николай и вскинул на Алифтину глаза. Ты все это устроила из-за паршивого деревянного ящика, который все равно должен был сгореть, и кто из нас жадный, я или ты. В это время к ним подошел Павел и сказал, что полицейские сейчас приедут, все оформят, и Николай за свои махинации пойдет под суд. Не надо, Пашенька, покачала головой Алифтина и взяла его под руку. Пойдем отсюда. Ты что, хочешь оставить его безнаказанным? Возмутился Павел. Аля, ну разве так можно? Пойми, нельзя все оставлять вот так. За черную душу люди наказать не могут, за это наказывает только Бог, ответила Алифтина и, сутулившись, как будто постарела за это время на 10 лет, направилась к выходу. Прошло еще несколько месяцев. Алифтина пришла на кладбище, чтобы проведать Федора, и долго сидела у его могилки, вспоминая, каким добрым и заботливым он был. По привычке она разговаривала с ним вслух, как будто он мог ее услышать. Ты не думай, Феденька, я не стала трогать Николая. Пусть живет, как знает. В конце концов, у каждого своя совесть. Ему жить со своей, а мне со своей. Бог с ним. А знаешь что, Федя, я хочу на выходных съездить на птичий рынок и купить себе там котенка. Ты ведь помнишь, как я мечтала о котенке. Пусть будет в квартире еще кто-то, кроме меня. Тогда и мне повеселее будет. Я в следующий раз приду тебя навещать и обязательно расскажу о нем. А сейчас мне пора. Завтра на работу. Вдруг Алифтина замолчала, потому что совсем неподалеку кто-то жалобно мяукнул. Она удивленно обернулась и тут же увидела, как из кустов сирени на ее голос вышел маленький пушистый комочек. Это был серый котенок с белой манишкой на шее. Голодный, несчастный, худой. Он подошел к Ангелине и подняв голову снова мяукнул. Ну и откуда ты тут взялся? спросила у него Алифтина. А потом протянула руки и подняла его, прижав к себе. Спасибо, Федя! Сказала она и повернулась к памятнику, с портрета которого на нее смотрел муж и улыбался. Теперь мне не будет так одиноко. И продолжая крепко прижимать к себе найденыша, Алифтина поспешила домой. Алифтина Продолжение следует... Продолжение следует...